добрый день уважаемые подписчики и зрители моего канала сейчас он хотел показать что не всегда можно и нужно торопиться выкидывать скажем так на первый взгляд пропавшие стаканчики горшочки и кашпо слов с первым я работаю уже третий год примерно знаю как он себя поведет знаю о том что оставляя стаканчики в зиму конечно забрав по сортам подписав наземная часть пропадает где-то в конце января в начале февраля некоторые кустики начинают просыпаться и от из-под корня идет молодые побеги лофоспермума также делает и озариночка я вам сразу покажу ее чтобы как бы вы понимали часто бывает что хочется взять что-то выкинуть но как говорится не всегда нужно торопиться сейчас я вам хочу снять по ящичку подготовить уже небольшой задел для будущего лофоспермума и азарины азарины у меня сейчас три сорта цвета белая розовая и голубая и лофоспермум у нас идет белый и розовый ранее вам показывала видео еще в прошлом году что многие говорят что лофоспермум и азарин это в принципе одно и то же даже рядом листочки смотрите вот синяя азарины а вот белая лофоспермума первым даже структура листвы совершенно иная то есть это два разных совершенно растений не будем путать как бы это ответ еще раз убеждаюсь в том что да что многие кто пишет допустим я тоже пишу статьи на дзене многие пишут не понимая вообще чё к чему зачем как говорится и как то есть это люди которые даже задавала пару вопросов это люди которые полагаются на мнение другие 100 других статей но не на личный опыт как говорится личный опыт дороже всего на свете цене таким образом я сейчас вы выясню где у нас синий где у нас извиняюсь лофоспермум я нас красный где у нас белый но также легко можно определить по ножке а если ножка у нас чисто белая вот именно вот на основании это у нас белого фаспермум если у нас вот с красненьким сейчас попробуем показать может не видно особо быть это розовый лофоспермум а пока все остается вот как и стоит то есть как вот стоит вот в таком виде где-то кто-то как будто якобы совсем пропал смотрите вот он тоже пропал не видно вот смотрите совсем совсем пропал а вот с под земли дальше есть чуть-чуть ему помогу вот он лезет детеныш маленький тоже вот они вот они только-только начали просыпаться то есть выкидывать не стоит торопиться пусть стоит как говорится и ведет свои участи выкинуть мы всегда успеем это дело не хитрое дело 10 минут и все все у нас никого нету как говорится на самом деле растение было живое просто заснуло сейчас я сниму череночки технологии черенкования совершенно такая же как и всех остальных культур буду укоренять без какого-либо укоренителя укореняется так достаточно неплохо наверное не буду вам показывать как и буду это делать там уж процесс один и тот же каждый раз все показываю вам одно и то же конечно кто в первый раз видит видео для тех это будет конечно загадочно но раз загадочно давайте тогда и покажем я вам ранее рассказывал что люблю черенок 4 фаланги пальца то есть вот смотрите на 4 фаланги пальца для меня это самый идеальный материал с которым можно работать но обязательно смотрим на сам куст оставляем так чтобы было минимум два от два пазуха раз-два из которых потом пойдут боковые отводы вот они смотрите вот он остался раз-два вот здесь проснется почечка и пойдет так таким образом мы сняли череночек вот такой у нас черенок как я вам и говорила вот они вот он идеальный внизу берем вот эти тут листочки и посадим это у нас белый лафосперма я сделаю наверное по пол ящичка то есть в одном ящике будет по два сорта а еще будет один ящик озариночки я сделаю его наверное в ящике по три сорта объясню почему я может быть синих и наберу целый ящик а вот с розовыми белыми будет уже проблема давайте я озарину выделю в отдельное видео обзор сейчас я займусь лафоспермом сделаю его а уже озариночку вам покажу отдельно так сейчас я нарежу черенков и вам потом покажу как я буду их укоренять сейчас я срезала 15 белых 15 розовых сейчас мы начнем их и укоренять каким образом то есть все по стандартной схеме опять же укоренитель я использовать не буду в по заранее пролитую землю мы берем жизнеспособный черенок убираем сейчас положу чтоб вам видно было убираем нижний листочек опускаем в землю опускаю я заранее сделано отверстие земли и хорошо прижимаю все потом я обязательно все подпишу где какой цвет опять же где-то если чуть перепутал ничего страшного их потом очень легко определить и какой цвет по ножке вот смотрите она немножечко развязана будет на основании таким образом я делала фосперму у меня будет небольшой такой скажем так задаток на будущее тоже у меня есть определенное их количество все делается из спроса сейчас я сделаю этот ящик и как говорится добрый путь чтобы все у нас получилось спасибо вам большое за просмотр и за комментарии задавайте вопросы с огромным удовольствием отвечу с вами очень приятно общаться всего доброго подписывайтесь на мой канал будет много интересного